Солнечная электростанция Теслы Среди множества уникальных проектов, которыми занимался гениальный сербский ученый и изобретатель Никола Тесла, есть и проект использования солнечной энергии для производства электроэнергии, или солнечная электростанция. И для того, чтобы рассказать об этом интересном проекте, намного опередившем свое время, вернемся к изложению статьи американского журналиста Чонси Монтгомери Говерна, опубликованной в журнале Person Magazine в мае 1899 года. Статья эта называется «Новый волшебник Запада», и в ней американский журналист рассказывает о своем посещении гениального ученого и взятом у него интервью. И в ней он описывает длинный стеклянный цилиндр, наполненный водой и окруженный кругом больших зеркал. Крыша над этим аппаратом сделана из стекла, и когда солнце пропускает через нее свои лучи, то эти лучи попадают в зеркала и снова отражаются к стеклянному цилиндру, а увеличительные стекла усиливают тепло лучей, прежде чем они попадут в цилиндр. Это экспериментальная модель аппарата, с помощью которого, я надеюсь, когда-нибудь настолько использовать солнечные лучи, что небесное тело будет управлять каждой машиной на наших фабриках, приводить в движение каждый поезд и вагон на наших улицах, и готовить всю еду на наших улицах, а также обеспечивать весь свет, который может понадобиться человеку как ночью, так и днем. Короче говоря, он заменит всю древесину и уголь в качестве производителя движущей силы, тепла и электрического освещения. План Николы Теслы использовать солнечные лучи для выполнения приказов человека, вероятно, является самым смелым инженерным подвигом, который он или кто-либо еще когда-либо предпринимал. Хотя идея столь велика, ее принцип настолько прост, что ее легко понять даже школьнику. Он заключается в концентрации солнечного тепла в одном месте – стеклянном цилиндре – с помощью ряда сложных зеркал и увеличительных стекол до тех пор, пока получаемое в результате тепло не станет чем-то потрясающим. Это произведенное тепло направляется на цилиндр, наполненный водой. Эта вода химически подготовлена так, что за короткое время вода испарилась в пары и прошла из цилиндра через трубу в другую камеру. В последней камере этот, произведенный солнцем ПАРП, используется для работы обычной паровой машины. Конструкция, мощность которой будет определять с размером аппарата, с помощью которого солнце генерирует пар в этом месте. Эта паровая машина используется для выработки электроэнергии. И это электричество можно либо использовать сразу, либо хранить в аккумуляторных батареях для использования в те дни, когда нет солнечного света. Как видно, цель этого плана Теслы – отказаться от угля, древесины или другого топлива при производстве пара. Остальная часть его изобретения требует использования этого давления пара, созданного солнцем, поскольку давление пара, полученного из угля, в настоящее время используется во всем мире. Преимущество этого изобретения Теслы состоит в том, что стоимость производства пара для выработки электроэнергии, которая могла бы привести в движение, скажем, сотню трамвайных вагонов, будет бесконечно меньше, чем стоимость угля, необходимого для производства энергии для выполнения той же работы. Затрат на производство электроэнергии для эксплуатации этих ста трамвайных вагонов по плану Теслы, когда солнечная станция будет завершена, будет достаточно, чтобы оплатить зарплату нескольким инженерам, отвечающим за солнечную станцию. Таким образом, электричество будет настолько удешевлено, говорит господин Тесла, что самый бедный владелец фабрики сможет использовать его в качестве энергии с меньшими затратами, чем пар. Таким образом, электричество вытеснит пар в качестве движущей силы на всех железных дорогах и в виде аккумуляторных батарей на всех водных судах. И самый скромный гражданин получит выгоду от новой системы производства электроэнергии, потому что он может иметь его у себя дома, чтобы готовить, освещать и обогревать. И это будет для него даже дешевле, чем уголь, дрова или нефть. Разумеется, господин Тесла не имел в виду, что одна солнечная станция будет обеспечивать весь мир электроэнергией. Его план состоит в том, что в каждом городе местной власти должны построить одну или несколько таких солнечных станций за счет государственного налога для использования всем населением, точно так же, как в этих городах сейчас есть водонапорные и газовые станции. Каждая фабрика и дом будут получать электроэнергию от ближайшей солнечной станции по обычным электрическим проводам. Любой человек может оценить большое благо, которое Тесла принесет человечеству в результате скорейшего завершения этой главной задачи. Среди прочего это решит вопрос, который долгое время занимал умы ученых, а именно, поскольку запасы угля на Земле будут исчерпаны примерно через тысячу лет, что мы будем делать с топливом? Когда Тесла впервые задумался над этим вопросом, он обратился к изобретению какой-то формы производства энергии, которая не зависела бы от угля. Результатом стал план по использованию солнечных лучей. Таким образом, проектом использования энергии солнца для выработки электричества Тесла занимался еще в самом конце 19 века. А когда солнечные электростанции стали строиться в нашем мире? И мы опять видим, как некое враждебное человечеству сила затормозила научно-технический прогресс на сотню лет, продвигая технологии внутреннего сгорания, основанные на использовании нефти и газа. Да и уголь использовался еще достаточно долго. И дело здесь не только в жадности владельцев топливно-энергетических транснациональных корпораций, которые стараются навязать нам безальтернативную энергетику, чтобы под вымышленным предлогом постоянно повышать нам тарифы на электроэнергию. Эта причина, конечно, тоже имеет свое значение. Но главное, почему мировая элита лишает человечества доступа к дешевым и экологически чистым источникам энергии состоит в том, что они делают людей более свободными и независимыми от власти этой паразитической и сатанинской силы, поработившей человечество. Вот почему, как только Тесла коснулся области запретного знания, продажные слуги этой силы по команде своих хозяев начали откровенную травлю ученого, а все его труды, касающиеся получения дешевой энергии и ее беспроводной передачи, были изъяты из библиотек. Самого же ученого, несмотря на наличие у него более двухсот патентов в области электротехники, уже традиционно слуги тьмы объявили фантазером и мистификатором и чуть ли не мошенником. И лишь в наше время мы видим, как многие идеи гениального ученого, объявленные врагами человечества фантастическими, в конце XIX и начале XX веков, наконец стали воплощаться в жизнь. Включая и долгое время отрицаемые борцунами с душевной наукой технологии беспроводной передачи энергии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад Вас видеть на своем канале снова. Академию Финцово. Продолжение следует...